Что ж, господа, здрасте ещё раз, ППЗ-37 наступило, и, собственно говоря, претенденты... Бум! Вот они. Если вы не знаете, где голосовать, то сайт bioelenr.ru, голосуйте первый раз, если вдруг. Рекомендую посмотреть видео по ссылочке в описании, чтобы понять, как оно, блин, всё работает, где тут регаться и что вообще происходит. Вы уже видите, что здесь люди проголосовали за какие-то варианты, но, если что, это люди со стрима, как обычно, вы можете доголосовать. Ну, давайте начнём с того, что здесь, может быть, очевидно, фаворитом будет GTA 4, да? Вы уже видите GTA 4 и идёте уже голосовать, но, постойте, первое, чего не будет GTA 4, это радио. Потому что оно может не только, как бы, наставить мне всякие контент-ид клеймы на видосики, но и вообще их заблокировать чертям собачьи. Мне придётся, там, перерендеривать, вырезать какие-то моменты. Сами понимаете, это, как бы, не очень. Второе. Я буду проходить только основную сюжетную кампанию, не буду проходить аддоны, если что. Так что вот эти два момента особенно учитывайте, если что, если будете голосовать за GTA 4. Так как он здесь, в принципе, среди всех этих игр, такой, ну, лидер, я думаю, и многие за него будут голосовать. Но, давайте сейчас всё по порядку, да, в том списке, в том виде, в котором оно вот здесь представлено. Gothic 1 игра в какой-то раз уже здесь, в этом голосовании, RPG, старенькая, если кто не знает, посмотрите обязательно, что это такое. Экшен во вселенной Star Wars, Star Wars Jedi Knight to Jedi Outcast. В ней нужно, по-моему, играть за джедая, насколько я знаю, там экшен, там есть некоторый шутер. Ну, в общем, старенькая игра, говорят, что игра весьма-таки хорошая. Если что, я о ней почти ничего не знаю, поэтому, если что, сильно не бейте, но проголосовать вы, естественно, можете. Assassin's Creed Rogue. Так, игра из серии, которую я хорошо знаю, но игра, которую я не проходил, как и до кучи Liberation. Ну, это, вроде как, не основные игры серии, но они всё-таки ближе к основной, как бы, серии, да, а не вот этот вот Assassin's Creed Chronicles, которые были недавно, да, и там Assassin's Creed, который на PSP был. Они как-то далеки всё-таки от этой основной серии, и больше как спин-оффы подразумеваются. SWAT 4, в какой раз уже здесь, не помню. Предлагают, по-моему, каждый раз новые люди. В общем-то, если что, это игра от Irrational Games. Ещё раз повторяю, директор у неё или продюсер Кен Левин, так что тоже можете задуматься об этом. Но является она частью большой серии Police Quest. Там, в общем, очень всё сложно, там одна серия, в другой серии, вроде как, или нет. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst, тоже в какой раз в этом голосовании. Если что, я ещё раз повторяюсь, а Naruto я ничего не знаю, так что для меня это будет как пустой звук, всё, что там происходит. Я проходил частично это дело на алфавитнике, и нихера не понимал, что творится в катсценах. В основном я спрашивал, чё, 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 и смотреть Naruto ради этой игры я не собираюсь, если что. Так что учтите это тоже, если будете голосовать, что, в принципе, вы будете смотреть только на драки. Если вас интересуют, как бы, геймплеи от этой игры, а не катсцены, и то, что я буду говорить в этих катсценах, то тогда, пожалуйста, если вас интересуют больше катсцены, да, то тогда я ничего там не скажу, и, скорее всего, даже буду молчать, потому что я буду в полном, в смысле, в полном непонимании того, что творится. Это я просто предупреждаю вас сразу, как бы, не отговариваю вас, не голосовать, да, просто предупреждаю. Matrix Path of Neo подвещается сёстры Вачовски, то, что они поменяли пол давным-давно, и то, что будет перезапуск Матрицы. В общем-то, давайте порадуем, если будете голосовать за эту игру, Киану Ривза, которая на данный момент находится в Санкт-Петербурге. Need for Speed Carbon тоже в очередной раз в этом голосовании. Одна из игр, которая в прошлом голосовании чуть ли не победила. Но вообще, в прошлом голосовании в Санкт-Петербурге почти победили 3 игры, но Resident Evil 3 их немножечко, буквально на голосов 5, опередил, как я даже сейчас покажу. Как видите, здесь очень-очень потное было голосование. Need for Speed Carbon занял второе место в этом деле. А, SWAT 4, третье место. Cube. Игра-головоломка. От инди-разработчиков. Вам будет легче посмотреть трейлер, чем я буду вам рассказывать. Это головоломка, которая вдохрена порталом и другими пазлами. Какими-то популярными. Prince of Persia The Two Thrones. Наконец, этот долгожитель ППЗ снова вернулся сюда. Его, наконец-то, снова предлагает. Полгода спустя он снова возвращается сюда. Если что, первая и вторая часть на канале есть. Они побеждали ППЗ. Так что третьей части тоже может удостоиться этого дела. Про GTA 4 я уже сказал. Все, повторяюсь, будет без радио. Как вы знаете, Владивосток FM это просто... И второе... Будет только основная игра. Ну и если победит, конечно, то я, может, что-то придумаю с этим делом. Но вот эти два момента, учитывайте их, если что. И Shelter 2. Игра про, по-моему, лисицу, которая... Или там уже не лисица. Но в первой части была лисица, которая следила за своим выводком. И пыталась выжить. Короче, игра про дикую природу с интересным арт-дизайном. И я так полагаю, сейчас лидирует Наруто. Но если что, еще раз предупреждаю, каждый раз, когда я начинаю вот это голосование, да, выкладываю на YouTube, все кардинально меняется. И вообще лидер становится другой. Так что сейчас просто выкладываю этот видос, да, и... Выигрывая Shelter 2. Или Cube. Которые сейчас по одному голосу получили, да? GTA 4 вообще даже не валялся тут. В общем, думайте над тем, за что голосовать. Потому что реально здесь ситуация вот серьезно сложная. Потому что лично я проголосовал, если бы я участвовал в голосовании. Ну и за четыре игры-то уж точно за одну из четырех здесь. А у меня все. Спасибо за внимание. С вами был Эллен. Снова жду ваших голосов. Снова пусть победит сильнейший. Ну и игра начнется уже через... Ну, уже скоро. Вам не придется ждать неделю или две. Голосуйте как можно быстрее. И голосование начнется как можно быстрее. Все. На этом. Увидимся.